24 июня 1946 года Кеннет Арнольд, бизнесмен, занимавшийся поставками оборудования для тушения пожаров, пролетал на своем самолетике, но тут недалеко, через юг прекрасного штата Вашингтона, откуда я веду этот репортаж. Он возвращался из командировки и немного отклонился от прямого маршрута, потому что по радио было объявлено, что ВВС США обещают награду в 5000 долларов, это теми деньгами, сейчас это эквивалентно что-то около 60 тысячам, тому, кто найдет их разбившийся при тренировке самолет, свалившийся куда-то в глушь у подножия вулкана Ренир. То есть деньги, можно сказать, валялись на земле, и Арнольд решил их подобрать. Был совершенно ясный день, дул слабый ветер, условия для поисков были идеальны. Однако Арнольду не повезло, он покружил вокруг страта вулкана, но так ничего не нашел. Бензин кончался, и Арнольд решил отказаться от дальнейших поисков, и повернул на восток, в сторону Якимев, своего основного пункта назначения. И тут с ним случилось то, что прославит его на всю жизнь и после смерти. Внезапно его ослепила короткая вспышка света. Арнольд припугался, потому что на миг подумал, что он прозевал другой самолет, и что он вот-вот с ним столкнется. Но нет, ничего вокруг него в опасной близости не было. Но тут же, далеко слева, то есть на севере позади горы Реннир, появилось несколько ярких мерцающих искр. Пока Арнольд пытался понять, что это может быть, летающие объекты приблизились и с потрясающей скоростью пронеслись поперек линии его движения, перед ним. Когда они пролетали, они казались темными на фоне неба, но все еще давали сильные блики. Арнольд несколько затруднялся описать их форму. Он говорил потом, что они были выпуклыми, круглыми и одновременно тонкими на гранях. «Как блюдца, прыгающие по воде», скажет Арнольд журналистам в нашумевшем интервью. Отчет Арнольда будет впервые опубликован в газетах 25 июня, после чего он стремительно разойдется по американским и канадским газетам, а потом его интервью будет перепечатано и в Европе. Арнольд не выглядел сумасшедшим и докладывал он беспристрастно и разумно. Он даже смог прикинуть приблизительную скорость летающих объектов, потому что он отметил время их появления и исчезновения на секундомере приборной доски. В интервью газете Chicago Times Арнольд сказал «Я очень надеюсь, что эти устройства созданы армией США, и если нашему правительству что-то известно об этих устройствах, ему следует немедленно сообщить людям, многие здесь очень обеспокоены, некоторые думают, что эти штуки могут быть с другой планеты». Арнольд говорит, что местные беспокоятся, потому что вскоре выяснилось, что эту группу летящих объектов видел не только он. В течение той недели их наблюдали люди с земли, от поселков вокруг вулкана до самого Сиэтла, а также экипаж пассажирского самолета, пролетавшего мимо. В заголовках газетных сообщений неизвестные летающие объекты будут впервые названы «летающими блюдцами», термин, который мы теперь используем для обозначения любых НЛО. На самом деле Арнольд сильно затруднялся описать форму того, что он увидел. Он назовет их потом дисками или сковородками для пирога. Арнольд был американцем, поэтому у него на кухне не нашлось предметов, более точно описывающих форму встреченных им неопознанных летающих объектов. Хотя легко видеть по многочисленным фотографиям, что летающие тарелки, как окрестила их пресса, были мало похожи на тарелки или блюдца. Неопознанные летающие объекты прилетали к землянам издревле, и появлялись они в самых разных местах земного шара. И свидетели описывали их по-разному в соответствии с возможностями своего языка и со своей культурой. На самом деле тарелками их нигде не называли, кроме США и Канады. Еще в 74 году до нашей эры Плутарх писал о странном воздушном явлении, произошедшем во время битвы между армиями Лукулами Тридата VI. Плутарх писал об огромном светящемся объекте в небе, который имел, по его словам, форму винного сосуда и был серебристого цвета. Фотографии, ясное дело, не осталось, но вот как выглядел типичный Кайликес. На интересной иконе, висящей над алтарем монастыря Високий Дичаний в Косово, в обоих верхних углах видны два НЛО. 1350 год, господа. В хрониках монастыря эти объекты описываются как похожие на Гайду. Гайда – это такая балканская валынка. В Японии однажды нашли полый корабль Усура Буны, высотой 3 метра и шириной в 5, содержащий инопланетную принцессу. Рыбаки, которые обнаружили этот объект, описывали его как похожий на курильницу для благовоний. И вот я нашла, как выглядят японские традиционные курильницы. На фреске 16 века в храме Свете Шавейли в Мсхете в Грузии ясно изображены два НЛО. Как сообщают нам историки, поднимавшие переписку настоятелей с местным начальством, они были похожи на больших медуз. Вообще, 15 и 16 века особенно были щедры на встрече с НЛО. Сообщения об этих событиях мы находим по всей Евразии, причем многие из них сопровождаются изображениями. При этом никто не сравнивает космические корабли с плоскими тарелками. Хранящийся в Баварском национальном музее в Германии, гобелен «Триумф лето» был создан в 1538 году в Бельгии. В его верхней части видно несколько летающих объектов шарообразной формы. Чрезвычайно загадочная картина «Мадонна со святым Джованнино» явно изображает слегка прикрюснутый летающий корабль в правом верхнем углу за плечом Мадонны. И святая дева выглядит так, что кажется, что она пытается защитить детей от этого инопланетного объекта. Кроме того, видно, как мужчина на заднем плане смотрит на это НЛО, и его собака на него лает. В Нюрнберге 4 апреля 1561 года жители наблюдали диски, сферы и цилиндры в небесах. У нас есть страшноватенькая гравюра на дереве, изображающая это непонятное явление. А спустя буквально 5 лет, в 1566, целая серия массовых наблюдений небесных кораблей произошла над Базилем в Швейцарии. Там вообще было в тот год неспокойно в небе. Базильский памфлет 1566 года описывает необычные рассветы и закаты. Говорят, что небесные явления сражались друг с другом, и эскадроны красных и черных шаров рассекали небо перед восходом солнца. Обратите внимание на эту вспышку инопланетной активности, мы еще вернемся к этому. А пока хочу заметить, что новый свет присоединился к вечеринке отнюдь не в 20 веке. Индийские племена Хопи и Лакота вообще считают себя потомками небесных людей. Отсутствие письменности не помешало им сохранить предания о светящихся космических кораблях, посещавших Америку в древности. Но пик наблюдений НЛО в Северной Америке приходится на 40-е и 50-е годы 20 века. Наблюдение Арнольда, с которого я начала свой рассказ, было только началом. В мае 1950 года в штате Орегон фермерская семья Пол и Эдлин Трент сделают фото типичного НЛО у себя над участком. Им удалось сделать две фотографии объекта, прежде чем он умчался на запад со страшной скоростью. Ну и, конечно, классическим стало фото, сделанное в Пассории, штат Нью-Джерси, в 1952-м. Это, так сказать, образец классического НЛО американского образца. Можно было бы сказать, что НЛО похоже скорее на шляпу, чем на тарелку. Если бы не шокирующие снимки Ротса. Уильям Ротс, астроном-любитель из Аризоны, сделал фотографии, на которых хорошо видно, что НЛО не просто в форме диска, но они имеют отверстие в середине. То есть это не диск, это ТОР, то есть диаметрический бублик. Кстати, термин НЛО был изобретен в 1952-м году, чтобы попытаться отразить более широкое разнообразие неопознанных летающих объектов. К этому моменту к проблеме летающего блюдец уже подключилось правительство. Но не то чтобы в 20-м веке тарелочки летали исключительно над Северной Америкой. У нас снова повторился всплеск активности НЛО, подобный тому, что мы наблюдали в позднее средневековье. Эдвард Билли Мэйер в 40-х годах фотографировал в Швейцарии типичные летающие тарелки, привычные нам шляпообразной формы. Одна из его фотографий, кстати, красуется на знаменитом постере I want to believe на стене кабинета специального агента Фокса Малдера из секретных материалов. Еще один необъяснимый случай произошел у острова Триндаде в Бразилии днем 16 января 1958 года, когда научный персонал на борту бразильского военного корабля заметил НЛО в форме Сатурна, как они выразились, и сфотографировали его 4 раза. Ну и, конечно, душевнейшая фотография, сделанная американским туристом в китайском городе Тиндзен. Обратите внимание, несколько человек на улице указывают пальцем в сторону летающего объекта, так что это точно не подделка. И, кстати, о китайских наблюдениях. Еще в 15 веке китайский романист и известный медицинский автор Ши Линдзюн сообщает нам о посещении Земли летательным аппаратом, который он назвал Тьякок Бао Цзы, летающий Бао Цзы. Бао Цзы, товарищи, это такие китайские булочки с начинкой. Потому что невооруженным взглядом видно, что больше всего типичный инопланетный космический аппарат похож не на диск и не на тарелку, и даже не на шляпу, а на тор с вытянутыми и заостренными краями, видимо, с обзорной галереей по всему периметру. То есть, грубо говоря, он похож на пельмень. Ну ладно, форма формой, скажете вы. Но существует ли какая-то реальная связь между пельменями и НЛО? Оказывается, что да, самая прямая. Форма пельменя действительно повторяет общую форму летательных кораблей, неустановленной инопланетной расой. Как и почему это произошло? Ну, во-первых, направление причинно-следственной связи очевидно. Не космические корабли строили в форме пельменей. Пельмени почему-то имеют форму инопланетных космических кораблей. Люди запечатлели тарелочки не только на гравюрах и фресках, но, как оказывается, еще и в тесте. Обратимся к истории пельменей. Наши пельмени, сибирские пельмени, являются национальным представителем от большого класса блюд, встречающихся в кухнях многих народов мира. И Википедия называет этот класс блюд дамплинги. И они представляют собой начинку, завернутую в тонко раскатанный небольшой кусочек теста на один укус. И полученные изделия можно варить, жарить, варить на пару, варить, потом жарить и так далее. Начинка тоже может быть самой разнообразной. От всевозможного мяса, рыбы и морепродуктов, до овощей, фруктов, сыра и всевозможных комбинаций перечисленного. К примеру, западноафриканское племя Кшаса заворачивает в дамплинги сушеную саранчу, а потом варит их в котелках над костром в кипящем жире. Большинство дамплингов имеют или форму полумесяца, как вареники, гиозы, импанадос или креплах, или форму пирамидки, как манты, позы, ксяобао или хинкали. Легко понять, что так сделать дамплинг проще всего, или просто свернуть сочинь вдвое, или собрать фунтиком наверху. Форма пельменя, то есть полумесяца свернутого еще потом в колечко, больше нигде не встречается, только в Сибири. Легко понять, что заворачивание пельменя в кольцо, в топографический тор, совершенно избыточно. При том, что изготовление пельменей дело трудоемкое, и лепили их в старые времена ведрами и мешками. И нет никакой причины тому, чтобы наши предки усложняли этот и без того тягомотный процесс. Функциональности в этом нет абсолютно никакой. То есть то, что пельмень имеет именно такой канонический вид, причина этому лежит в плане никак не связанному с кулинарией. Понадобится небольшое культурологическое отступление. Когда в 1945 году война в Южно-Тихоокеанском регионе закончилась, и американские войска покинули Меланезию, местные жители ощутили некоторое разочарование. Лично для них война стала временем открытия совершенно нового уровня богатства и процветания. Американские грузовые самолеты доставляли на островные военные базы ящики разнообразного добра, которым солдаты делились с аборигенами. Консервы, одежда, посуда, лекарства. Не виданные до той поры дары западной цивилизации, прилетевшие с небес на железных птицах. Очень понравились меланезийцам. Когда американцы уехали, дары перестали поступать. Аборигены не стали сидеть сложа руки. Будучи продвинутыми политеистами, без предрассудков, они предприимчиво начали совершать поклонения богам белых людей в зеленой одежде, в расчете, что те услышат и снова принесут с небес на острова замечательные грузы. Аборигены хорошо помнили, что делали их друзья-солдаты, и стали повторять их магические действия. В джунглях расчистили поляны и протоптали взлетные полосы, вызвали бамбуковые радиовышки и построились совсем как настоящие самолеты из соломы. Отряды меланезийцев маршаловали с деревянными ружьями мимо радистов, сидящих на вышках с половинками кокоса на ушах. Но к их величайшему разочарованию долгожданная карга так и не прилетела на аэродром из грязи и палок. Карга-культ или религия даров небесных не является уникальным явлением, свойственным исключительно меланезии. Народы, для которых было характерно магическое мышление, применяли свои принципы при контактах с более технологически развитыми цивилизациями. Они считали, что подобное притягивает подобное. Подобное отождествляется магическим образом с подобным. И через подобие можно воздействовать на предметы, на события и на других людей. Все это мало отличалось от древнейших шаманистских поверьей, что если помочиться на землю, то пойдет дождь, и если воткнуть в куклу с лицом твоего врага спицу, то он заболеет. Люди создавали маленькие подобия большого, чтобы воздействовать на природу, на среду и на людей. И сейчас, глядя на фотографии летающих тарелок, трудно не начать задавать вопросы, а не являются ли пельмени сохранившимся свидетельством старинного сибирского карга-культа, связанного с посещением Земли инопланетянами. Мы знаем, что пельмени пришли с Урал. Самое это слово считают заимствованием из удмуртского хлебное ухо, пель уха и нянь хлеб. Но это ложная этимология, потому что в такой форме выражение означает не хлебное ухо, а ушной хлеб, что не имеет никакого смысла. Это просто попытка протянуть связь между уральскими пельменями и ушками центральной России, блюду никакого отношения к проблеме, о которой мы сегодня с вами говорим, не имеющему. Если в европейской части России пельмени стали известны только в 19 веке, то на Урале и в Сибири это блюдо известно по меньшей мере 16 века. Это доказывает даже не упоминание пельменей в сохранившихся письменных источниках, о существовании фамилий пельменев, пельменников и им подобных. Жители с этими фамилиями значатся в переписных книгах. И интересно, что до переписи 1579 года такие фамилии не встречались. То есть фамилии с корнем пельмень появились в 16 веке. Что означает, что и пельмени тоже появились примерно в то же самое время. В то же время, когда жители Нюрнберга и Базеля наблюдали в небесах огромные шары и скалки. То есть появление пельменей приходится как раз на пик инопланетной активности в Евразии в 15-16 веках. Вспомним, что тогда вообще происходило на Урале. Издревле народы, населявшие Урал, оставались под властью сильных соседей, новогородцев, после нашествия также татар, потом Москвы. Маленькие разрозненные племена, говорившие на разных, сильно отличающихся языках, не могли сплотиться и дать отбор захватчикам. И они покорно посылали подати, мехами, рыбой, моржовой костью, всем, чем были богаты их леса и воды, тому, кто на тот момент был сильнее. Но потом вдруг что-то происходит. И коми, пермики, вагулы, юрга, зверяне, удмурты и мордва внезапно перестают посылать дань в Новгород. Что, собственно, и даст возможность походу Ермака и в целом даст московскому княжеству шанс закрепиться на Урале и дальше. Но это в будущем. До того, как Строгановы подрядили Ермака Тимофеевича и Тина Кучума, на Урале произошло событие, которое только вскользь упомянуто в тогдашних хрониках. Преимущественно именно потому, что эти территории на время стали ничейными с точки зрения государств, писавших хроники. Но с точки зрения малых народов Урала это было важнейшим событием, которое они постарались зафиксировать в памяти поколений единственным доступным им способом. В 1545 году происходит мощнейшее восстание Югры, как тогда называли этот регион, которое поразило и привело в смятение спесивых новогородцев и московитов и отбросившее татар Едигера назад в южные степи. Что могло подтолкнуть эти маленькие племена, существовавшие на грани выживания в этих суровых краях, вдруг подняться, почувствовать себя силой и, объединившись, дать отпор угнетателям? Что пробудило их национальное самосознание? Где они взяли оружие? Большинство из них жило еще в каменном веке. Какие силы стояли за этим внезапным сопротивлением, огорошившим новогородцев и заставивших их отпустить свой традиционный контроль над этими территориями? Ответ мы находим на страницах самого позднего Хлебниковского списка «Повести временных лет». Это небольшая глава, рассказ новогородца Гюриата Роговича о Юрской земле, который гласит «Се же хощно сказати, я же слышах преж сих четырех лет, я же сказами, Гюриата Рогович, новогородец, глаголю Сицией, якобы послал я отрока своего в Печору к людям, которые дают дань Новгороду. И пришел отрок мой к ним, а оттуда пошел в землю югорскую. Югра же – это люди, а язык их непонятен, и соседят они с самоядью в северных странах». Югра же сказала отроку моему, «Дивное мы нашли чудо, о котором не слыхали раньше, а началось это еще три года назад. Есть горы, заходят они к заливу морскому, высота у них, как до неба, и в горах тех состоит клик великий и говор, и секут гору, стремясь высечься из нее, и в горе той просечено оконце малое, и оттуда говорят, но не понять языка их, но показывают на железо, и машут руками, прося железо, а если кто даст им нож или секиру, они взамен дают меха. Путь же до тех корней проходим из-за пропасти, снега и леса, потому и не всегда доходим до них, идет он и дальше на север». Я прекрасно понимаю, что повесть временных лет это тот еще исторический источник, и относиться к нему нужно критически, однако, что это за история о людьей и языках нем, которые сидят где-то на северах, на берегу океана, взаперти, в горах, с маленькими оконцами, и знаками предлагают пришлым купцам обменять железное оружие на меха. И заметьте, что об этих странных людях рассказали новгородским купцам местные, югра, то есть жители Северного Урала, современные ханты и манси. Причем все это началось три года назад, то есть горы эти не всегда там были, они там появились недавно. Новогородцам дойти до туда, видимо, было невозможно, но местные люди уже общались с пришельцами, появившимися на их берегах в сооружениях размером с гору. То есть что получается? В середине 16 века, когда над всей Европой летают неопознанные летающие объекты, в полярном Приурале обнаруживается огромный корабль, населенный людьми без языка, то есть говорившими на непонятном наречии, которые собирают железное оружие, после чего тихие уральские народы до той поры столетиями, покорно платившие дань первому парню на деревне, восстают, сбрасывают колониальную власть новогородцев, оттесняют татар, и в образовавшийся вакуум власти впоследствии удается втиснуться Москве. Строгановы посылают Ермака разобраться, а к этому времени поддержка, которая вдохновила уральцев на этот Димаш, исчезает, и московскому государству удается прибрать к рукам Урала, а потом всю Сибирь. И про Ермака Тимофеевича будут рассказывать, что он всю дорогу до Иртыша ел чудное местное кушанье пельмени, которому казаки научатся у местных. Ермак никогда не увидит летающих кораблей размером с гору. К тому времени неведомый народ снова покинет землю, чтобы вернуться только через пять столетий. Независимость Югры будет недолгой. Большинство полунеезависимых хантыйских и мансийских княжеств было уничтожено к концу XVI века. В источниках сам термин Югра встречается в последний раз в 1606 году, но пельмени останутся на земле навсегда, как память о том, что в далеком XVI веке могучие пришельцы на кораблях с полями и дыркой в центре дали югорцам оружие, еду и веру в то, что они могут получить свободу. Но потом они улетели и бросили их на произвол судьбы. И сколько шаманы в горах не пытались привлечь назад на землю питающие и защищающие летающие корабли, лепя пельмени сотнями и ведрами. Магия не сработала. Но мы, уральцы и сибиряки, по сей день встречаем гостей обязательно пельменями. Но и все еще ждем самых важных гостей, тех, кто пообещал, что когда-нибудь мы станем свободными. А как же Тортеллини, спросите вы? Означает ли это, что итальянцев посещала та же инопланетная раса, только может быть в более маленьких кораблях? Это вопрос спорный. Возможно, что Тортеллини изображают детские летательные аппараты. Но я не хочу сейчас углубляться в историю Европы. Я и так дала вам очень большой материал для размышлений. Поэтому на сегодня у меня все. Спасибо вам за внимание и приятного аппетита!